Добрый вечер, дорогие друзья! Перед тем, как я начну с вами беседу и отвечу на тот вопрос, который очень часто задают мне в WhatsApp, в Telegram, в Viber. Люди, я хочу продемонстрировать, как говорится, дать видеоответ одному моему подписчику. Он спросил, какая твердость на стале Нетроп-77 от термички Дениса Фролова. Нетроп-77 от термички Дениса Фролова имеет твердость 64 единицы. Клинок номер 1. Клинок номер 2. Клинок номер 3. Клинок номер 4. Ну, а теперь поговорим о том вопросе, который часто мне задают в последнюю неделю, это какой нож мне выбрать, какую сталь выбрать, какого производителя посоветуете, что лучше, что хуже. Ну, опять же, это уже тема рассматривалась очень многим количеством людей, не только мной. На YouTube очень много, как говорится, обзоров по этому и ответов по этому на эту тему. Ну, я решил, тоже раз уже спрашивают, надо ответить. Итак, человек, который задает такой вопрос, должен четко понимать. То есть, я делю градацию по такому принципу, что спрашивает человек, какую нож выбрать. Я, то есть, ему сразу задаю вопрос. Это первая задача и бюджет. То есть, потому что сейчас, в любом случае, бюджет играет немаловажную роль в нашем обществе, потому что то, что было, как говорится, раньше и то, что есть сейчас, это две большие разницы. И поэтому, нужно человеку, чтобы рекомендовать ему какую-то сталь, какой-то нож, нужно понимать, каким бюджетом человек располагает, сколько он может потратить средств на приобретение, на покупку ножа. И, следовательно, потратить средства на заточку, там, заточное приспособление, камни, еще, еще что-нибудь, чтобы поддерживать нож в нормальном состоянии. То есть, вот эти два критерия, основной критерий, это, естественно, задачи. Какие задачи будут стоять перед, ну, где будет использовать пользователь, нож, будет ли это рыбалка, это одно, будет ли это охота, это второе, будет ли это поход выходного дня, это третье, будет ли это, ну, длительные походы в лес, это четвертое, то есть, насколько человеку критично ржавейка, не ржавейка, это пятое, то есть, масса-масса каких-то нюансов, которые будут, могут складываться, например, если, допустим, одному человеку, ему нужен нож для рыбалки, но потом оказывается, что он будет, ему даже что-то рубить. То есть, потом еще что-то, оказывается, что он будет где-то его применять в каких-то еще каких-то экстремальных условиях. То есть, получается, сначала, вроде как, на повестке дня стояла днина сталь, один производитель, которого можно было посоветовать, потом уже в силу того, что возникают какие-то новые моменты, приходится как-то переигрывать на другое, потом на третье. То есть, нужно подбирать человеку, рекомендовать более-менее сбалансированную какую-то сталь на ноже, которая будет не то, что на все 100%, но частично перекрывать те потребности, которые могут возникнуть у него в процессе эксплуатации ножа. Например, люди, которые, допустим, как модные сейчас, мне, кстати, очень нравится это направление, как называется таким словом, бушкрафт, то есть, это там выживание, я иногда смотрю вот эти ролики, как они там шалаши строят, какие-то там землянки, еще, но все-таки интересно, смотрят люди увлеченные, и все понятно и хорошо. То есть, если человек, который очень увлечен именно в таким, как говорится, у него будет использование ножа именно в таких примерно условиях, то, естественно, что можно, конечно, рекомендовать по дереву, это вот, типа Хелли Викинг, ну, Викинг это только клинок, рукоять сделали мне отдельно, вот, то есть, здесь углеродка, ламинат, углеродистый их, вот, очень мощный клин сам по себе, им можно резать скальди-спуски, то есть, человеку, который, допустим, использует, будет его использовать именно в лагере, бушкрафте, еще что-нибудь, нужен нож, который понятен и прост, как в своей, как говорится, геометрии и обслуживании, то есть, это скальди-спуски, положили всем спуском, нарежущую на абразивный камушек, наточили, восстановили ярко, на коже прошли, на это дело закончилось, нож снова в работе и можно выполнять разнообразную работу. Скальди-спуски это такой самый простой, самый, как говорится, распространенный вариант строя ножа. Понятно, что Нора, Хелли, Кастром, еще какие-то, ну, бруслеты, Кариусуанду, то есть, вот эти все скандинавы, финги, у них всех практически присутствуют сканди-спуски, спуски в ноль, для того, чтобы быстрее это все, как говорится, привести нож в рабочее состояние, он режет, работает, вот там нет на сталях никаких запредельной твердости, там нет чего-то сверху выдающегося, но они все практически обладают хорошим резом, то есть, в основном ставится углеродка, которая вмиг правится, быстро правится и отлично режет. Кстати, по поводу, я согласен с теми утверждениям, потому что я сам знаю, что нож со сканди-спусками колет продукты, раскалывает, то есть, резать не комфортно, не так, допустим, как в спуске от обуха, но стоит вам чуть-чуть изменить механику реза и уже все, я вчера только попробовал, то есть, если резать вот так вот, да, он будет колоть, но если делать вот такое движение, как шатун с маховичком, вот таким вот образом, то есть, прорезать продукты, они легко, картошка, яблоко, морковка, это все нарезается, то есть, сканди-спуск режет и потом отваливается, то есть, по крайней мере, я вчера попробовал на луке, на картошечке, никаких проблем, откалывания не было, то есть, было четкое отрезание, то есть, если вы держите этот и вот таким движением делаете, то есть, четкое отрезание этот идет продукта, вот, то есть, вернемся к выбору ножа, то есть, если бушкрафт, как бы там называется, то есть, сплав, еще что-нибудь, можно брать, рассматривать сканди-спуск, либо спуски от 2-3, то есть, здесь уже, как говорится, что вам ближе, дальше, по поводу стали, так как надо четко понимать, что какой-то не однодневный поход, а трехнедельный поход в лес, это нужно ухаживать за ножом, то есть, если есть возможность брать нержавейку, можно брать нержавейку, если не напрягает какие-то пятна, которые появятся в процессе эксплуатации, можно брать углеродку, это, что касается, ну, на мой взгляд, именно вот таких использований ножа, дальше, нож для рыбалки, здесь нужно четко понимать, что нож для рыбалки, это, он должен быть резучий, легкий, нержавеющий, хорошая должна быть рукоять, которая не будет скользить в слизи, в жиру, там еще в грязи какой-то там, в рыбе, вот во всей этой трябухе, вот, поэтому здесь используется, можно использовать, конечно, так и углеродку, но я рекомендую нержавейку, все-таки, чтобы он был на менее уход, был, чтобы в процессе работы не надо было все время протирать и смотреть, там, поржавел или не поржавел, рукоять, либо дерево, либо какой-то там полимер, который обработан не до суперполировки, а на каком-то финише остановился, чтобы он при намокании, он становится как бархатный, этажами карта G10 или еще что-нибудь, древесина, то есть поднимается волокна и нож в руке не скользит. Туда уже, конечно, лучше, конечно, нержавейки, но кто любитель чистого красивого реза, то есть это, значит, уже можно и углеродку рассматривать, но здесь уже другой момент, что здесь уже должна быть сталь, которая более, как говорится, вязкая и в то же время, потому что если вы небольшого какого-нибудь там щучку, судачка, отрубаете ему бошку, то есть по хребту попадали там или еще куда-нибудь, то есть нож у вас, если там что-то вдруг случилось, у вас просто замялся на иркан, но не выкрашился, чтобы можно было это все быстро поправить, и это и снова, как говорится, в бой. Охота, это отдельная, как говорится, история, это отдельный, ну, отдельная ветвь нажиманий, здесь уже охотники, ну, как я общался, ну, понятно, что не с большим количеством охотников, но все равно общаюсь, и у каждого свои предпочтения, здесь четких рецептов и четких рекомендаций, конкретно куда двигаться, давать нельзя, потому что охотники, это все-таки каждый подбирает нож себе индивидуально, то есть исходя из своих предпочтений, что человеку более нужно, то есть, если человека не напрягает, ну, правка в процессе разделки туши, что нож, допустим, где-то подсел, он его подправил и снова в бой, это одна, один класс стали, которые хорошо режут, легко правятся, там нет запредельной твердости, то есть, там все, как бы, вот, середнячком, грубо говоря, ну, середнячком не по стали, а именно середнячком, то есть, сбалансированы все, твердость, вязкость, механика, легкость правки и удержание РК и рез, агрессивность реза, вот, есть охотники, которые уже, ну, предпочтение отдают, то есть, более таким монстрообразным, как называемым, сталем, которые спокойно отрабатывают, там, какое-то количество зверушек, вот, которые не надо часто править, которые можно потом подправить уже после того, как уже закончился, там, процесс обработки и всего остального, это уже второй класс стали, но здесь уже, потом я уже вернусь, как говорится, под пункт к этим стали, вот, ну, и, допустим, охотники, которые уже, так сказать, которые выезжают на рыбалку, ой, на рыбалку, на охоту, которые выезжают, у них ножи суперстали, они заточены, то есть, они знают, что они делают, как они делают, они никому не дают нож в руки, они работают только сами, это уже, как говорится, отдельное, то есть, кто-то к этому приходит, кто-то не приходит, здесь все индивидуально. Что касается третьей, допустим, категории, это четвертой, вернее, уже, четвертой категории, это кухонные ножи, кухонный нож, на самом деле, это кажется, что он простая, как бы, форма шеф, рукоять и все, но на самом деле, здесь не все так просто, чтобы нож был утопен в руке и комфортно им было работать, здесь нужно соблюсти очень много параметров, очень много параметров, как то, это каждый применительно к каждому человеку индивидуально, то есть, здесь нельзя давать тоже, как бы, рецепт один и говори, вот, покупай шеф от Романтина с белой ручкой, будет тебе счастье. Да, может, в 80-ти случаях даже перекроет, конечно, все задачи, все, но, что касается меня, я не люблю работать шефами большими, я не люблю работать какими-то там, вот, такими широкими, мне нравятся вот такие вот маленькие клиночки, я ими работаю, вот такими работаю, могу вот таким работать, то есть, без разницы, я люблю маленькие компактные ножи, мне неудобно, лично для меня, неудобно работать большими какими-то шефами, которые там вот, вот, и довольно-таки странно, особенно вот это на выставке четко прослеживается, потому что, да, мастера, производители ножей, ну, делают кухню, это хорошо, это прекрасно, то есть, люди не только делают, как бы, универсалы, там, для охоты, для рыбалки, то есть, и кухню, там, филейники, кухню, все, вот, и, когда человек интересуется, они сразу ему начинают давать вот такого размера, посмотри, какая рука я, здесь такой клинок, ты как будешь тут резать, крошить там, то есть, начинают рассказывать все преимущества и всего остального. Понятно, что человек сделал нож, ему нужно его продать, это нормальное явление, потому что, для чего он его и делает, что бы продать, вот, но, голосного, как бы, рассказывать о том, что вот такая геометрия, она гораздо лучше, чем вот такая, а такая лучше, чем вот эта. не всегда, кстати, не всегда, разбираясь в вопросе, как должна, как должен выглядеть и какие должны быть соблюдены баланс, каких свойств в кухонном ноже, человек просто хочет его продать. Ну, человек, который, соответственно, его покупает, да, он, естественно, видит вау-эффект и думает, ну, все, я сейчас вот, у меня больше будет получаться гораздо круче, чем до этого, из которого я делал вот таким ножом. Вот, но, насколько я знаю, через какое-то время приходит, так сказать, не то, что разочарование, то есть человек понимает, что он не может ухаживать за этим ножом, он не знает, как ухаживать за этим ножом, он не знает, что с ним делать, когда он затупился, и как им делать, потому что бывает на таких ножах сведение 0,8 миллиметров, то есть и угол заточки там такой, ну, да, первоначально он бумажку режет, как показывают многие производители, но, в конце концов, он затупляется, и сведение 0,8 или там 0,6 достаточно проблематично, поправить мусатом, чтобы он резал. То есть и человек попадает, получает, грубо говоря, на выходе кусок бесполезной железяки по форме кухонного ножа. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, я никому свое мнение не навязываю, я рассказываю то, что я считаю. Я рекомендую, не советую, рекомендую. То есть если человек хочет себе, которому нравится готовить, то есть который часто использует нож именно для готовки, то есть для нарезки, там еще дома, на даче, неважно где, то и человек действительно, он понимает, что он хочет обладать ножом, который его будет устраивать, с хорошей сталью, с хорошей геометрией, который будет правиться в два движения, там, или в три, который не нужно будет долго точить. То есть все, все, все будет удобно, ибо не будет натирать вот это место, не будет на палец попадать, на пяточку и резать. То есть я рекомендую нож заказывать в индивидуальном порядке, то есть под себя, мастерам присылать фотографию того ножа, которым вам удобно работать, которым комфортно работать, обговаривать все детали по изменению рукояти базового, там, государственного какого-то ножа заводского, что-то там изменить. И много мастеров, которые, я думаю, с радостью могут помочь воплотить, как говорится, в вашу мечту, в эту, ну, ваше желание в реальность. То есть и вы будете обладать тем ножом, который действительно вы хотите для себя. Не то, что вам предлагают производители, большие, крупные заводы, там, фабрики, местечковые производители, а тот нож, который именно нужен для вас. Почему? Потому что я уже, как говорится, объяснил. Второе. Дальше идем. Это о целях, как говорится, и задачах для ножа. Второе. Это сейчас немаловажный аспект всего, как говорится, вокруг чего сейчас крутится все, как говорится, ножевое сообщество. Это было четко прослеживалось по выставке. Это все-таки бюджет. Здесь никуда от этого не денется. Вы сами прекрасно понимаете, это никому не новость. Времена наступили не совсем радужные для многих людей. Вот. И поэтому, если человек утрировал, ну, допустим, год назад мог потратить на нож, он себе, в принципе, в бюджет ограничил, допустим, десятью тысячами, то сейчас он уже не может позволить себе потратить такую сумму на нож. У него ограничен лимит денег, семья, ну, все расходы, все мы прекрасно понимаем, жизнь. Вот. То есть, есть, допустим, лимит пять тысяч. Вот. Что можно в пять тысяч? Здесь уже нужно четко понимать, что супер в данный момент, в данном, в каком-то, в данном промежутке времени за пять тысяч что-то уже подбирать будет тяжело, потому что, ну, даже производители, тоже ценник у них гораздо такой, не совсем бывает демократичный, даже на дешевые ножи. То есть, здесь уже нужно будет, как говорится, индивидуальный подход. И здесь нужно четко отслеживать рынок, отслеживать рынок, потому что рынок производителей ножей, читать отзывы, читать какие-то там тематические, там быть в группах, там, ну, вся, везде интернет, информация доступна, смотреть, что, как, потому что очень много, как бы, производителей, да, продают ножей, большое количество там, и дешевых, и дорогих, и дешевых, но они не на слуху, про них информацию какую-то найти очень тяжело. И когда, когда начинаешь спрашивать у людей, а так вот, такого-то, да где-то, все отменикиваются, никто ничего не знает, как либо, либо у меня такое складывается впечатление, что либо человек купил какой-то нож, потратил какого-то производителя, и потом он, оказалось, что это, как говорится, полное разочарование, ему стыдно в этом признаться, и этот, и, либо, я не знаю, по каким причинам, народ, ну, не хочет делиться какими-то своими, если даже есть негативные моменты, ну, то есть, не выносят ссор, как говорится, из избы. Ну, это личное право, каждого, здесь ничего нельзя, и в таких моментах надо уже, если у вас есть ограниченный бюджет, надо все-таки идти в те мастерские, к тем производителям, которые не ставят, не продают, не устраивают массовую распродажу по 1500 рублей, по 1500 рублей за готовый нож, лучше, как говорится, подождать, посмотреть, проанализировать, вы успеете потратить свои деньги, и взять тот нож, который, действительно, вас будет устраивать, ну, по тем параметрам, которым вы хотите от него получить. понятно, что в ограниченный бюджет вы не получите там супер какую-то там железку, но вы можете получить достойную стальную ножи, которая будет хорошо работать, хорошо правиться, хорошо затачиваться, и все остальное. Теперь, очень, как я уже говорил, очень идет массированная атака, сейчас, по-моему, с каждого утюга, с каждого телефона, со всего остального везде лучшая сталь на планете С-390. Естественно, люди, которые молодые, начинающие, как говорится, ножевики, ножи, ножеманы, увлекающиеся коллекционеры, рыбаки, охотники, начинают просто задавать один и тот же вопрос. С-390 можно брать. То есть, ну, понятно, что никуда не посмотри, у всех С-390 везде написано 70 единиц, там супер-пупер, мега-джипер навороченная. Допустим. Я могу порекомендовать эту сталь, но я не буду, я никому ее не рекомендую, не потому, что она плохая, и не потому, что у меня предвзятое отношение к мастерам, не потому, что у меня предвзятое отношение к этой стали, не предвзятое отношение к исполнению этих, нет. Я просто ее не буду рекомендовать, тем более, если человек, новичок, который только хочет приобрести себе первый нож, я никогда в жизни не скажу, знаешь, что вот не надо тебе париться. Возьми вот ножик из Z390 за 20, там сколько тысяч, за 18, за 16 и будет тебе счастье. Так вот, я могу сказать, что ни хрена подобного счастья не будет. Потому что если даже допустить, что там 70-68 единиц, чем молодой начинающий охотник, рыбак или еще кто-нибудь будет ее точить. То есть, производители, когда я слышал на выставке, хожу и слушаю, и когда они начинают рассказывать, что это такая супер-железка, которая будет резать там кошмарное количество времени и ничего не надо с ней сделать, я так просто стою, слушаю и вы знаете, да, они, ну как, понятно, что играет роль маркетинг и продавцы продают эти ножи, свои изделия, люди покупают и они верят в это чудо, верят в свое счастье, которое свалилось им на голову, что я вот все-таки купил вундервафлю, теперь я весь мир, как говорится, у моих ног. То есть, у меня будут, теперь рыба сама будет чиститься, разлетаться на куски. лось пока будет бежать по лесу, даже еще не раненый, себя будет скидывать уже шкуру и все остальное, разбираться на части. Я никогда никого, ни одному человеку, тем более молодому, начинающему человеку, не посоветую ножи из монстра стали. По одной причине. Потому что его нужно точить. А если человек даже не освоил, у него даже нет точилки, ну пускай у него есть даже китайский клон, апекс, или еще что-нибудь, бокс, там, руиксин про, или еще что-нибудь, да, на нем можно заточить, но если человек никогда не точил эти стали, у него нет абразивов, которые могут сработать по этой стали, я никогда не буду предлагать, потому что я сразу задаю вопрос, если меня спрашивают, ТС-390, вот там вот такого-то производителя, ну там 68 единиц, он будет как хорошо резать, да, он будет хорошо резать, если его нахрен хорошо наточить, но когда он затупится, вы не сможете его наточить, потому что у вас нет абразивов. Можно точить китайскими камнями, можно купить гриндерман, можно купить еще что-нибудь, но если вы не будете понимать физику процесса заточки твердых сталей, как они вообще точатся, какие должны быть камни, как это все будет происходить, и сколько это может занять времени, то есть вы можете просто нож затупить, и потом уже только нужно уже будет либо перетачивать полностью, но уже отдавать людям, которые будут это все, как говорится, делать у себя, там в городе, искать, либо еще куда-нибудь, либо еще где-нибудь, тренируйте. Поэтому я, как говорится, как была бесценная фраза, тренируйтесь сначала на кошках, то есть возьмите сначала бюджетный вариант, если вы хотите порошковую, хорошо режущую сталь, которая будет хорошо вменяемо точиться, точиться не столь призна к абразивам, которые набирают остроту, которую можно легко, ну, достаточно легко заточить, возьмите бюджетный нормальный Элмакс, порошковая сталь, не ржавеет, режет просто класс, никаких проблем с ней нет, и вы когда будете им резать, вы будете, если вы до этого никогда не резали, конечно, у вас сразу будет лавый эффект, потому что хорошо заточенный и выточенный Элмакс режет очень зверски, при том, что хорошо затермиченный Элмакс, ну, сейчас Элмакс, по-моему, уже научились все готовить, он легко правится, он держит малые углы, у него достаточно хорошая механика, бюджетный вариант, что еще нужно, когда вы уже начинаете, проходите этап Элмакса, тогда уже можно рассматривать М390, М398, С90, и уже пошли, как говорится, по-восходящей аж до самого Рекса, Максомета и все остальное, вот, и уже к этому вы придете, сталь никуда от вас не денется, но вы уже будете, как говорится, подгадывать, к этому ножу, к этой стали, к этому обслуживанию этих ножей из этих стали, вы уже подойдете, как говорится, с багажом знаний, которые вы спокойно посмотрели, вы знаете, что с ним делать, какой использовать абразив, как сделать, какой угол, если вы взяли, допустим, из 110-ки, вы попробовали, он у вас не режет, то есть, вы либо на рыбалке, либо на охоте, вы прекрасно понимаете, да, что-то у меня здесь не режет, сейчас я поиграюсь, там, либо с финишем, если там, опять же, что у вас, что-то вас не устраивает, вы быстренько его переточили, но вы знаете, как это делать, то есть, вы не запорите нож, и у вас он будет работать долго и нудно, а не так, что взяли вы с нахрапом, купили 125-ку, купили рекс, и начинаете его на 70, на 68 единиц рекс, начинаете камнями из Китая, либо камнями Гриндерман, это хорошо, что у вас есть алмазы, там, если есть гайванические, но, опять же, надо четко понимать, что вы делаете, как вы точите, потому что это не тот класс стали, который можно взять, просто взять и сразу точить, ну, это я так думаю, вот, тем более, что для этих железа нужен свой подход, свой финиш, от задач, свои углы, то есть, вы должны понимать, что, если вы на Элмаксе, грубо говоря, можете сделать для кухонного ножа в угол 30 градусов, и он у вас будет хорошо работать на кухне, там, морковку резать, лучок и все остальное, то есть, 390 на 30 может посыпаться, по УШУ Элмакс, отверстия, 62, 63, 64 единицы, здесь 68 и 70, как написано на клинке, это, как говорится, две большие разницы, вот, поэтому, мой, как говорится, не совет, рекомендация, начинайте, как говорится, с первых шагов, берите сталь, не среднего, ценового бюджета, не надо гнаться, за какими-то там, супер, мега, порошками, они никуда не денутся, начните с обычных, если вы хотите, с обычных стали, возьмите, начинайте с инструменталки, если уже бюджет ограниченный, если уже бюджет позволяет, более, высокого класса стали взять, тогда уже можно рассматривать, рассматривать, Элмакс, М390, Н690, то есть, вот, в этом диапазоне, там, не Алоксит, ну, то есть, именно, средний ценовой бюджет, вот, если, вы используете, будете нож использовать тяжело, то есть, где-то надо будет рубить, смотрите на стали, которые, они сейчас все на слуху, которые будут держать, хорошо держат, механик, ну, ударные нагрузки, у которых хорошая механика, но, опять же, чтобы работал и резал, допустим, тот же PGK, PGK, либо 3V, либо Z-WR, либо PD-1, либо 4V, либо там еще что-нибудь, то есть, вы должны четко понимать, что эта сталь, она очень, как бы, ну, тоже жесткая, тяжелая, заточки, вы тоже должны понимать, чтобы он у вас хорошо работал, вы его должны хорошо заточить, здесь, как говорится, одно тянет другое, здесь не бывает такого, что вот купил, и все, я режу, и направо, и налево, нет, в конечном итоге, когда-то все, для кухни выбирайте, для кухни выбирайте, ножи, ножи, из стали, которые, легко правятся, легко правятся, которые, мастера, при изготовлении, могут свести, в очень тонкие, для мусата, почти в ноль, там, супер тоненько, это, чтобы, вы, буквально, просто, два движения, и у вас нож, снова, острый, то есть, это стали, там, вот, они сейчас все модные, там, 50, МФ14, и Ф, как вот, не помню уже, вот, там, Х105, или Х55, там, вот, иди, как на, Золенгеновских, всяких ножах, то есть, Н690, можно рассматривать, там, АЕБЛ, еще что-нибудь, то есть, стали, которые, позволяют, получить, тонкое сведение, которые, даже, уже, из-за своей геометрии, хорошо резать, а, если его, еще подправить, и слегка, еще заточить, он будет резать, вообще, вот, но, уже потом, естественно, когда вы уже понимать будете, что вам не хватает, чего-то остроты, да, можно кухню, там, заказать, из каких-то, уже более топовых, стали, уже, с Порошков, там, с Элмакс, М390, М398, там, на 110, ну, и по аналии, то есть, без, как говорится, выбор, велик, вот, и, в заключении, хочу сказать, ну, это, мое мнение, естественно, каждый будет принимать решение сам, что, если вы начинаете, только, как говорится, встали на путь, вот, увлечение ножами, поэтому, начинайте с простого, потихоньку, вы дойдете до сложного, но у вас не будет разочарования, потому что, начинать, сразу, как говорится, с высокого, и потом оно, когда, проходит время, показывает результат, который, вы не ожидали, людей постигает разочарование, поверьте мне, ну, что ж, заканчиваю, наверное, свой, воскресный трендеж, на этом все, всего доброго, пока, пока, пишем в комментариях, ваше мнение, с чем согласны, с чем не согласны, в общем, такие, дела, на этом все, всего доброго, пока, пока,